Соловьиный сад Александра Блока История поэмы «Соловьиный сад» датирована 6 января 1914-14 октября 1915 годов Это был период бурного романа Блока с любовью Александровны Андреевой Дельмас 34-летней оперной певицей 12 января 1914 года он сделал запись о первой встрече с Дельмас О том, что она была певицей, есть упоминание А в саду кто-то тихо смеется и потом отойдет и поет Говорят, что судьба – это дорога длиною в жизнь Блок символично разделяет жизнь на две дороги Одна – это рутинная работа, которая дает пропитание А другая – это праздное безделие в Соловьином саду, где царит любовь Поэта терзают сомнения, что выбрать Перед нами трудная жизнь простого рабочего Каждый день он со своим ослом вынужден выполнять тяжелую однообразную работу Донесем до железной дороги, сложим в кучу и к морю опять А недалеко от дороги раскинулся сад Он манит своей прохладой и тенью И еще кто-то тихо смеется Может, стоит войти в этот сад? Ведь там, возможно, жизнь другая, моя, не моя И он решается войти в сад, позабыв о пути каменистом, о товарище бедном своем Но жизнь, лишенная привычных волнений и тревог, перестает радовать И вот, уже заглушить ракотание моря, соловинная песнь не вольна Он спешит в свою реальную, земную жизнь Где остался мой дом и осел Но остался только ржавый лом Сам лирический герой называет себя бедняком обездоленным Вся его жизнь – это тяжелая работа А все, что у него есть – это осел, кирка и хижина Соловиный сад дает ему возможность прожить другую жизнь Где не доносятся жизни проклятия Каждый день он проделывает один и тот же путь Но желание войти в сад становится все сильнее А что же там за оградой? Наказание ли ждет? Или награда? Оказавшись за оградой, герой теряет связь с реальным миром Я проснулся на мглистом рассвете неизвестно которого дня Жизнь без постоянного движения теряет свой привычный смысл Блок использует в своей поэме образ моря Оно является символом жизни Когда герой попадает в сад, то перестает слышать рокот моря Но когда появляется желание вернуться в реальную жизнь Он снова слышит рокот волн Через символические образы автор пытался донести идею торжества Реального над иллюзорным Только настоящая жизнь может быть полноценной Наказание ли ждет? Или награда? Если я уклонюсь от пути В финале герой поэма ждет тяжкая расплата за то, что он нарушил долг Морской прилив уничтожил его дом на берегу А его рабочее место занял другой человек За кратковременное счастье пришлось заплатить всем, что имел И это ответ на вопрос, поставленный в поэме Соловьиный сад — сложное насказание Поэма в отвлеченных формах, решавшие вопросы жизни и искусства Проблему взаимоотношения художника и общества Эти вопросы являются тем художественным стержнем Вокруг которого развивается действие поэмы И ее сложный романтический сюжет В поэме «Соловьиный сад» подведен своеобразный итог Размышлением блока и о жизни, и о самом себе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...